приветствую дорогие друзья сегодня у нас необычное видео в необычном формате я не знаю как вам это понравится вообще или нет это затея но мне это не понравилось изначально мне один из подписчиков принес вот такую видеокарту но как сказать видеокарту запчасти наверное от видеокарты причем даже не родные вот это охлаждение это я так понимаю кулер и он на шуруп прикручен был в общем предыстория этой видеокарты такая что ему эта видеокарта досталась то ли от друга то ли от кого и видеокарта была уже с неродным охлаждением все было вот в таком уже состоянии родное охлаждение по его рассказам было давно потеряно на родном охлаждении вышел из строя родной вентилятор вот такая турбина должна быть и родной радиатор тоже куда-то дели в итоге колхозили вот это чудо-юдо и получилось то что получилось температура на видеокарте зашкаливает за 90 за 100 градусов видеокарта зависает в играх температуры заваливаются в общем полная ерунда пользоваться этой видеокарты невозможно почему я изначально был против того чтобы вообще браться за эту видеокарту ну вы понимаете да gtx 465 это просто динозавр динозавр которому уже нет места в современных реалиях видеокарта потребляет почти 200 ватт и при этом не выдает производительности даже на уровне gtx 1030 не побоюсь этого слова до либо rx и 550 самого дешевого самого бюджетного то есть цена этой видеокарты обычно около 1000 полторы максимум 2 и на самом деле на вид их не так много и не все вот вот в таком состоянии плюс минус практически на всех уже сдохли кулера что-то колхозили они практически все уже после ремонта многие с отвалами в общем типичная история я согласился помочь чисто за символическую сумму потому что сами понимаете здесь никаких денег братья не смогу больших потому что видеокарта сама по себе очень дешевая в общем подписчик попросил что чтобы эта видеокарта работала справлялась с игрушками и при этом не перегревалась не выключалась все больше требований не было никаких можно делать что угодно колхозить как угодно внешний вид не важен шум не важен как она будет работать не важно лишь бы он справлялась со своими поставленными задачами покупать на эту видеокарту другую систему охлаждения было бы совершенно не рентабельно сама видеокарта стоит копейки и купить такую же даже не рабочую видеокарту с такой же турбина это будет минимум 500 700 рублей в общем это бред было принято решение скальпануть это чип что я собственно и сделал как мы видим термопаста которая там была вообще нафиг засохла полностью от нее уже один только след остался что на чипе что на крышке скальпировал я обычным лезвием ничего сложного в этом нет главное знать где есть smd чтобы их не повредить в целом я smd не зацепил все в порядке единственное осталось снять компаунд это будет конечно посложнее покрывать кристаллы жидким металлом нет смысла потому что это видеокарте нужно проработать буквально пару месяцев и от нее ничего не требует кроме как доту кс и так далее то есть в принципе нет смысла сюда пихать жидкий металл поэтому было принято решение засунуть сюда gd 900 стандартную самую обыкновенную за кадром я это сделал потому что это растянулось у меня на много много времени эту видеокарту я откладывал она у меня долго лежала потом заново взялся когда взялся и сделал уже камеру забыл включить в общем имеем то что имеем вот так видеокарта была подключена в первые разы когда нужно было убедиться что она вообще живая рабочая это уже после того как я заменил термопасту под теплокрышкой и усадил ее на эпоксидную смолу компаунда подходящего у меня не было все уселось отлично видеокарта легко определяется никаких проблем с этим не возникает и тут же появилась идея нужно протестировать что вообще эта видеокарта может когда в следующий раз такое старье у меня попадется в руки это просто не известно я решил по запускать различные игрушки некоторые запустились некоторые не запустились некоторые на удивление запустились я прям шоке был что они вообще работают к примеру world of tanks это было очевидно будет работать и вот мы получаем на средних настройках стабильные 60 70 кадров в секунду ничего не фризить ничего не лагает до тех пор пока мы в прицел не смотрим через листву через деревья в этот момент будет конечно просадка дико где-то где-то до 30 40 кадров это точно то есть 60 70 будет просадка до 40 кадров это прям гарантированно и будут микро фрезы даже это сказывается плохая оптимизация на этих старых драйверах хотя если снизить настройки еще ниже на низке будет примерно 100 120 fps и при этом просадок уже не будет потому что будут использоваться совсем другие текстуры они очень простенькие спустя некоторое время я снова взялся за эту видеокарту и доработал систему охлаждения то есть я прицепил сюда две восьмидесятки вот так вот также на цепи питания я приколхозил через термопрокладки небольшой радиатор по сами понимаете их нужно охлаждать два вентилятора диаметром 80 миллиметров я соединил вместе вывел провода с одного и со второго спаял их вместе и вывел прямиком на линию 12 вольт просто на линию 12 вольт родного вентилятора нет эти вентиляторы вообще не регулируют обороты поэтому их просто можно накинуть на 12 вольт и они будут постоянно держать свои там полторы две тысячи оборотов я бы не сказал что это самые дешевые вентиляторы некоторое время назад я достал из очень хорошего корпуса вот таким образом сейчас я проверял видеокарту поставил ее в систему все нормально работает все нормально охлаждается она не шумит не трещит никаких лишних посторонних звуков нет на удивление даже дроссели не свистят вентилятор как я уже говорил работают на полных оборотах и не регулируются этого по сути не нужно зашел снова в игру и ничего особо не поменялось все те же средние настройки 60 fps при включенной вертикальной синхронизации в принципе играть комфортно температура на видеокарте не повышается выше 70 градусов решил проверить другую игру варфейс да она очень легкая да она очень простенько было интересно реально вообще играть или нет и знаете я был удивлен в принципе играть более чем комфортно на средних настройках получаем 60 70 кадров в секунду при этом никаких фризов температура видеокарты примерно 71 градус даже есть небольшой запас по видео памяти на удивление несмотря на то что у нее всего лишь один гигабайт видео памяти эта игра совершенно не прожорливая если запустить ту же кс гоу я думаю там показатели будут вообще замечательные этой видеокарты с головой хватит чтобы побегать там пострелять и теперь замахнулся выше запустил battlefield 1 единственное что не хотелось менять это разрешение оставил я его full hd но дальше по выключал все лишнее выставил самые низкие настройки графики и вот что я получил в итоге примерно около 40 кадров в секунду иногда фпс просаживается до 30 35 но картинка при этом остается плавной я не знаю как на записи это все дело запишется но картинка реально плавная играть более чем комфортно одиночную игру можно по проходить battlefield 5 я пытался запустить но в итоге там вышла ошибка просто ошибка там нужны драйвера более свежие то есть если бы nvidia сделала более свежие драйвера на эту очень очень древнюю бесполезную видеокарту ну бесполезную в наше время то возможно battlefield 5 я бы тоже запустил но я не отчаялся и запустил far cry 5 и что вы думаете разрешение выставил 1280 на 720 низкие настройки графики и получил примерно около 30 кадров в секунду ну да лес здесь конечно фпс проседает если выбежать на какой-нибудь другой участок там будет ситуация немножко получше при желании если уж совсем так хочется на этой карте можно поиграть в far cry 5 стабильные 30 кадров мы получаем на глаз естественно заметны легкие подергивания кадра но это не критично на самом деле не критично я помню свой первый компьютер у меня было 256 мегабайт видеопамяти свежие игры выходили я их проходил и 20 кадров в секунду меня устраивало в случае какого-то денежного кризиса на такой карточке можно поиграть в far cry 5 и последняя игра которая запустил the outer world сложно выговаривать мне такие слова ну ладно в общем запустил я эту игру и получил примерно 29 30 кадров в секунду при full hd разрешение на удивление игра стартанула сразу никаких проблем не было никаких ошибок не было все работает прекрасно расходуется вся видеопамять доступная и температура видеокарты прогрелась уже до 80 градусов эта игра действительно выжила максимум из этой видеокарты все также при желании можно конечно побегать поиграть никаких фризов нет как и в battlefield первом картинка насыщенная плавно но естественно разрешение я не менял поставил так как она есть единственное что самые низкие настройки при желании можно конечно побегать поиграть в итоге что хотелось бы сказать по поводу этой видеокарты вообще всей этой затеи ремонт вообще таких старых видеокарт в большинстве случаев не рентабелен но мне было интересно взглянуть на такого динозавра я никогда не знал как они работают самая младшая видеокарта которая у меня появилась в дисктопе которой я действительно пользовался не просто в сборке ставила именно пользовался это было 750 либо нет 650 эти айка но такого динозавра у меня не было было очень интересно посмотреть на что эта видеокарта способна в наше время какие игры на вообще может потянуть какие не может потянуть и я честно говоря приятно удивлен средней цене видеокарты в тысячу в полторы тысячи рублей она может что-то из себя представлять но с некоторыми оговорками во первых рискованно покупать такую видеокарту на был рынке если только очень надежного продавца очень проверенного он прям зуб дает что с видеокартой все в порядке перегрева там не было ее мало пользовались отвала там не будет и второй нюанс должен быть хороший блок питания ну или хотя бы средний блок питания как у меня допустим залман на 500 ватт ее тянет спокойно то есть 200 ватт видеокарта плюс 100 ватт процессор никаких проблем в этом нет блок питания спокойно справляется но если использовать какой-нибудь аэрокул тот же на 500 ватт но это все ему придет труба он просто загнется с этой видеокартой в течение может недели в целом карточка удивила и порадовала но использовать в 2020 году такую видеокарту я бы не советовал и подписчик мой тоже так считает поэтому он данную видеокарту будет использовать только до зарплаты когда получит зарплату он купить себе нормальную видеокарту насчет выбора видеокарты мы с ним уже разговаривали а если у вас также стоит вопрос о покупке видеокарты или других комплектующих вы можете всегда написать мне вконтакте ссылочка есть в описании и на этом я буду заканчивать ребят если видео вам понравилось обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал если до сих пор не подписаны всем спасибо за просмотр до новых встреч